Сегодня Православная Церковь отмечает первый после Пасхи день поминовения усопших. Он называется Радоницей. В этот день христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя членами Церкви, оставившими этот мир. Праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности, но варенгойцы также отметили его, помянув своих близких в храме и на кладбище. Радоницей занимает в годичном круге церковных праздников особое место сразу за пасхальной неделей. Уже это ее положение обязывает христиан не скорбеть по поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. И полноту ощущения того, что у Бога все живы, можно получить только в церкви. Только соборная молитва может успокоить человека так, чтобы он в самом деле утешился по потере близкого. Ведь мы сейчас живем так, будто бы умирать не будем, хотя смерть ходит рядом с нами. А умираем так, как будто и не жили совсем. Пространство панихидного столика заполняется приношениями. Два действия важны для участия усопших – милостыня и молитва. В ней желают умершим близким блаженного покоения в покое и свете. Там, где нет болезни, печали, воздыхания, где жизнь бесконечная. Это самые родные и близкие люди. Это наш долг каждого православного человека. Так что всем желательно в этот день, это святой день. Это большая помощь, когда за них молятся. Им там очень хорошо, когда их не мучают там. Они свободны. Это мы здесь, в этом мире, мы гости. А там уже нам уготованы. Все мы там будем со временем. Панихида окончена, но служители продолжают читать записки об упокоении. На Радонице их бывает особенно много. Когда человек приходит в храм, он ведь призывает не только свою молить. Ведь в храме все молятся за одного. Вот в записочке каждое имя. Ведь вся церковь молится за одного. Вы представляете, какое ему там утешение. Именно с Радоницей связаны обычаи празднования Пасхи на могилах, где совершается поминальная трапеза. И часть приготовленного отдается нищие братья и напоминавшие. Такое общение с усопшими через простые бытовые действия отражает веру в то, что они после смерти не перестанут быть членами церкви того Бога, который не есть Бог мертвых, но Бог живых. Священники надеются, что когда-нибудь с инвентарем для уборки, которые часто берут с собой родные, они не забудут взять и Евангелие. И прочтенное Слово Божие будет лучшим венком из тех, которые приносились на эти могилы. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».